Здравствуйте, коллеги! Хочу, прежде чем приступить к своему докладу, поблагодарить организаторов. Ну и, наверное, на конференции, организованной новым литературным обозрением, доклад по фоологии должен был бы прозвучать, поскольку аббревиатура НЛО, как вы понимаете, означает и неопознанный летающий объект. Но я, прежде чем говорить о неопознанных летающих объектах и их, так сказать, пилотах, хотел бы начать с небольшой теоретической преамбулы и, собственно, продолжить, может быть, отчасти ту дискуссию, которая у нас началась на первом заседании этих чтений. Вот, и немножко поговорить о проблеме, как бы, религиозности, духовности и так далее. И я хочу сказать, что я, поскольку не все здесь, значит, говорят по-русски, я доклад буду читать по-русски, а часть моей презентации будет на английском языке для удобства, соответственно, некоторых слушателей. Но, как я подозреваю, и все большинство русскоязычных в аудитории, тоже английские, знают, это не будет помехой. Так вот, многие современные антропологи сомневаются в научной операциональности самого концепта религии, и его считают европоцентричным, генеалогически связанным с историей христианства и культурного времени. И использование позиции религиозно-секулярное применительно к нехристианским и неевропейским культурам зачастую лишь мешает понять их особенности. Кроме того, как некогда писал Асад, неисторическое определение религии нежизнеспособно. Ну и вот я тут вывел несколько цитатов, в частности, цитату из выступавшего сегодня утром профессора Хуз. Но со всеми этими соображениями действительно трудно не согласиться, но, на мой взгляд, существует и несколько иная перспектива, которая отказывается от системных определений религии, и, в общем-то, тоже отводит религии действительно роль, скажем так, донаучной и пресс-сайентифик категории, но вместе с тем указывает на некоторые все равно, ну скажем так, кросс-культурные точки той формы воображения, которую мы привыкли называть религиозным. И речь, собственно, идет о когнитивном религиовидении последних десятилетий, не останавливаясь сейчас на общем обзоре, в общем, довольно уже многочисленных, хотя подчас и дискуссионных идей и гипотез, высказанных в этой области знания, я коснусь лишь одной проблемы, которая будет важна для моего дальнейшего разговора об уфологии, а именно, ну скажем так, агентности реальных и воображаемых, значит, участников взаимодействия между людьми и некоторыми потусторонними силами. Семиотические идеологии, на которых основывается наша коммуникация, там, с трансцендентным или с потусторонним, неважно, как это называть, подразумевают достаточно тесную связь между когнитивным статусом коммуникантов, значимостью информации и способами ее обмена. И вот, на мой взгляд, эта взаимная зависимость достаточно хорошо демонстрируется в работах Паскаля Буае, который полагает, что персонажи религиозного воображения обладают статусом так называемых full access agents, агентов полного доступа. Значит, речь идет о полном доступе к так называемой стратегической информации. Стратегическая информация, пишет Буае, подвидится информация, доступная в данный момент, которая активирует системы сознания, отвечающие за социальное взаимодействие. В социальном взаимодействии мы исходим из того, что доступ других людей к стратегической информации не бывает совершенным и автоматическим. И между интуитивным представлением о людях, с которыми мы взаимодействуем, и, соответственно, интуитивным представлением о сверхъестественных существах имеется разница. Вторые воспринимаются как стратегические действующие силы с неограниченным доступом, то есть владеющие любой стратегической информацией. Ну, иными словами, стратегическая информация – это необходимый контекст нашего выбора в любой социальной ситуации. И речь таким образом идет не только и не столько о всеведении вот этих самых агентов полного доступа, но о том, что их знания и действия обладают критической важностью по отношению к нашим индивидуальным и коллективным действиям. Ну, Буаев часто иллюстрирует эту идею следующим примером, что если сравнить два высказывания, Богу известно содержимое каждого холодильника в мире, и это первое. Второе – Бог знает, что вы врете. Более привычным и более значимым окажется для нас второе. Ну, хотя, правда, в некоторых контекстах и содержимое холодильника тоже будет иметь значение, если, скажем, там находятся продукты, которые вы украли у соседей. Но, как бы, если мы убираем проблему социального взаимодействия, то это, соответственно, не очень важно. И, так или иначе, по мнению Буаев, человеческий мозг легко, и не прибегая к сложным умозаключениям, а следуя интуитивным шаблонам, соответственно, различает стратегическую и нестратегическую информацию, и, соответственно, отличие full access agents от всех остальных воображаемых и невоображаемых агентов. В целом эти соображения Буаену, как и его концепция религии в целом, подразумевают, скорее, паразитарный характер представления об этих агентах. То есть их образы нужны нам, нужны культуре для, скажем так, эмфаотических и легитимирующих функций. И вот он, в частности, предлагает говорить о трех типах таких агентов, законодателях, образцах для подражания и заинтересованных наблюдателях, и подчеркивает, что именно вот этот последний тип, заинтересованные наблюдатели, interested parties, как правило, оказываются в центре любых религиозных практик. Вот. Ну, это достаточно схематическая модель, представляется мне интересной и важной, но она, на самом деле, оставляет довольно много пространства для вопросов, потому что, когда мы обращаемся уже не к нашим интуитивным представлениям о такого рода агентах, а к процессам коммуникации между нами и ими, то стоит задаться вопросом, о какой, собственно говоря, информации эти заинтересованные наблюдатели делятся с нами. И зачастую мы сталкиваемся с тем, что информация, которую они нам сообщают, она имеет исключительно абстрактный характер и в целом вряд ли может восприниматься в качестве стратегической. Ну, самый очевидный пример такого рода, такой, как бы, бросающийся в глаза, это гласолалия, в частности, гласолалия у пятидесятников, где сам по себе семиотический статус речи не оспаривается, но постулируется принципиальная затрудненность или невозможность расшифровки этой самой речи. То есть, святой дух говорит устами, пророк, вероятно, важный, но, собственно, никому непонятные вещи. И здесь оказываются значимыми несколько иные факторы, это антропоморфизм сознания агентов полного доступа, их присутствие в конкретном сообществе, а также то, чьими устами этот агент говорит. Ну и, исходя из этих, из некоторых других соображений, я вот, значит, тут уже будет по-русски, потом снова будет по-английски, значит, сформулировал бы несколько вопросов, которые возникают при использовании концепции БУАЕ. Значит, во-первых, чем определяются медиальные режимы коммуникации с агентами полного доступа, почему они в одних случаях сообщают стратегическую информацию, а в других нет, и как соотносятся их, собственно, намерения и поведенческие стратегии с характером передовой информации, потому что они вовсе не обязательно должны нам помогать, они могут нам вредить, они могут хотеть нас обманывать и так далее. Это как бы довольно широкий спектр возможных интенций. Вот. И, соответственно, к чему я это все говорю, к чему мне нужна эта преамбула, потому что я бы хотел как раз поговорить в данном случае об инопланетянах, но на самом деле и о, наверное, других персонажах, по крайней мере, агентных персонажах, соответственно, современного постсекулярного, нью-эйдж, какого угодно, духовного, религиозного воображения. Хотел бы поговорить именно с одной стороны, думая о них как вот об этих самых агентах полного доступа, а с другой стороны, пытаясь понять, как в современной культуре происходят процессы информационного обмена, соответственно, с этими агентами, с этими персонажами. Вот. И, значит, если мы обратимся к уфологии, то и зададимся вопросом, насколько инопланетяне под все эти, соответственно, концепции определения подходят, то тут, ну, как-то вырисовывается довольно любопытная картина, но надо сказать, что, к сожалению, на русском материале, вот, собственно, российская уфология и постсоветская уфология в целом исследовано крайне плохо, что на самом деле выглядит довольно странным по сравнению с западной и особенно американской академической литературой. Она очень обширная, я просто вывел несколько, ну, самых заметных, самых известных работ последних лет, где так или иначе все время, как вы видите, здесь повторяется, что уфология – это, собственно говоря, религия, хотя и там применяются разные системы аргументации, не обязательно так, которую я пытаюсь использовать сейчас. Вот. И, конечно, у меня нет возможности обсуждать и эту литературу, и, соответственно, ее источники, ну, я бы хотел обрисовать хотя бы кратко основные, ну, скажем так, контуры нарративов и практик, составляющих современный уфологический дискурс, ну, и, в общем, в каком-то смысле он может считаться глобальным и интернациональным. Я, правда, оставляю в стороне художественную литературу и кинематограф, где мы можем встретить и несколько иные по сравнению, так сказать, с массовой культурой мотивы и сюжеты, ну, например, об инопланетном вторжении для кинематографа это гораздо более значимая вещь, чем для уфологии. Упс, я сделал что-то не то. А вот так вот. Вот. Ну, и, соответственно, вот тематическую типологию, скажем так, уфологических нарративов можно свести к следующим вариантам. Значит, во-первых, это истории о наблюдении НЛО, которые, ну, как-то можно назвать, sighting или даже apparition narratives. А это, вот то, что вряд ли мне удастся перевести на русский язык, это place lore. То есть это сюжеты, мотивы и практики, связанные с местами воображаемых, значит, катастроф неопознанных летающих объектов, местами посещения земли, так называемыми аномальными зонами. Ну, это довольно важная вещь именно для повседневных практик современных уфологов. Важная составляющая это истории о контактах, похищении и насилии. Причем, надо сказать, что здесь вот это как бы сюжетик, но я вот тут вывел совершенно потрясшую меня своим содержанием книжку «Белимова близость с пришельцами», имеется в виду сексуальная близость, «Тайны контактов шестого рода», вот очень поучительная, короче говоря, книга. Но вот эти, как бы, истории, они с одной стороны могут рассматриваться в контексте, там, инкубата и субкубата, скажем так, а с другой стороны уже в культуре 20-го века, даже в культуре второй половины 20-го века связаны с разными психотерапевтическими техниками, в частности, такая вещь, как recovery memory therapy, вот, которая позволяет уравнять эти истории с историями о parental abuse и satanic abuse, что, в общем, для американской культуры значительно важнее, чем для российской, но в российской, так или иначе, тоже присутствует. Затем это отдельное тематическое направление, это так называемая гипотеза палеоконтакта или, значит, история о древних астронавтах. Затем, значит, конспирологические нарративы, которые могут рассказывать и о том, как правительство скрывают посещение инопланетян и про то, как, собственно, инопланетяне находятся среди нас там в виде рептилоидов как-то иначе. Вот. И, наконец, последнее, скорее, это практика, чем, значит, нарративная модель, но тут нарративы тоже будут присутствовать, это ченнелинг. Вот. Это мыслительное взаимодействие с инопланетными агентами. И вот, собственно говоря, поскольку я начал с проблемы агентности и проблемы информационного обмена, то, соответственно, я бы и хотел немножко поговорить сегодня именно о ченнелинге. Ченнелинг – это вообще очень важная вещь для культуры нью-эйджа. Вот эти практики информационного обмена с воображаемыми сверхчеловеческими агентами и трансперсональными силами. Вот. Это действительно одна из важнейших частей, как бы, культуры нью-эйдж. И, по, скажем, утверждению, ну, одного из классиков исследований этой культуры, Волтера Ханнеграфа, нет никаких сомнений, что ченнелинг играет главную роль в генесисе религии нью-эйдж. Многие основополагающие верования нью-эйдж были впервые сформулированы в посланиях, полученных при помощи ченнелинга. При этом генесис ченнелинга, он довольно тесно связан и с историей спиритизма, и с историей теософии в западной культуре 19-го и первой половины 20-го века. И в известном смысле эта практика представляет собой логическое продолжение техники медиумического спиритизма, с той лишь разницей, что в идеале, ну это более демократическая практика, в идеале контактером, говоря по-русски, может стать любой человек, хотя и здесь, правда, могут требоваться особые способности или обучение под руководством опытного наставника. Надо сказать, ну вот такой британский ассоциолог религии Матью Вуд, он утверждал, что ченнелинг отличается от спиритизма тем, что в ченнелинге люди не взаимодействуют с обычными умершими, а адресант соответственно этой практики считается неким религиозным учителем, ну или опять же инопланетным существом. И действительно эта практика первоначально была ориентирована именно на духовных учителей, но в частности и по версии Блаватской и, скажем, по версии Елены Рерих, поскольку и тайная доктрина, и живая этика позиционировались как сведения, полученные от учителей в невременной мудрости или ascended masters, то есть от человеческих сущностей, которые отличались не только особым уровнем духовного развития, но и паранормальными физическими способностями, там телекинез, телепатия и так далее. То есть речь шла, в общем это опять-таки наследовало технике спиритизма, но речь шла уже не об обычных людях, а тоже о неких сверхчеловеческих существах, которые обладают особыми знаниями и возможностями. И эта традиция в принципе в классических опытах ченнелинга 1960-х уже годов продолжается. Скажем, Джейн Робертс, одна из, значит, первых, так сказать, ченнелеров известных, получала свои духовные знания от сета энергетической сущности личности, хотя, правда, здесь уже представления об индивидуальности довольно сильно отличаются от теософских. Одна из значимых инноваций, скажем так, антропологии Нью-Эйджа состоит в том, что происходит своеобразное распределение агентности. Любое персональное сознание в принципе может оказаться частицей единого Бога или всеобщей мировой души. То есть происходит взаимодействие уже, собственно, с трансперсональными силами, что вообще представление об агентности довольно сильно усложняет. Но вместе с тем практики ченнелинга подразумевают и взаимодействие с более привычными типами агентов. И вот как раз с этими самыми нашими представителями внеземных цивилизаций, которые, как пишет Кристофер Патрич, например, подобно благосклонным божествам, заботятся о планете Земля, человеческой расе, о земной политике и о благополучии отдельных людей. Ну и хотя историю о том, как появляются инопланетяне в качестве персонажей западного оккультизма, можно в принципе начинать и со Сведенборга, но понятно, что их значимость именно для практик ченнелинга тесно связана с уфологическим бумом уже середины второй половины XX века. Ну и не закончившимся, наверное, буме, хотя, может быть, сейчас он и не так заметен. Вот. Короче говоря, адресантами ченнелинга могут оказываться духовные учителя и холистически понимаемые трансперсональные силы, но при этом и инопланетяне. И, в принципе, ну если я успею, конечно, об этом поговорить, выясняется, что и умершие, и предки, в принципе, в каких-то ситуациях тоже могут возвращаться в практику ченнелинга, по крайней мере в нашем российском контексте. Вот. Но здесь опять-таки стоит вернуться к проблеме медиальных режимов и их соотношения с характером передаваемой информации. Вот. И не останавливаясь на этом подробно, хочу просто подчеркнуть, что на самом деле в содержательном отношении, по крайней мере, если говорить о российском материале, ченнелинг может быть довольно разнообразным, потому что сообщаться могут очень абстрактные метафизические и паранаучные вещи. Важную довольно часть для постсоветской культуры ченнелинга играют предсказания космических катастроф и трансформации физической природы человека, ну что, в общем, находится в некотором русле и глобального нью-эйджа тоже. Потом, что может быть в большей степени характерно для российской, может быть даже для современной ситуации, это политические прогнозы, различные формы моральных суждений, вот, раскрытие личности и психотерапия, ну вот то, что можно назвать self-divinity. И, наконец, собственно, целительство, ну это не очень типичная для российской традиции вещь. Ну, например, вот в Израиле как раз есть, ну, такие нью-эйдж-клиники, где незримо присутствующие инопланетяне просто исцеляют людей от болезней. Вот. Так что, в принципе, возможно и такая вещь, когда уже, собственно, никакой информации не сообщается, а просто происходит некоторое взаимодействие с инопланетными существами. Ну, а если говорить просто в качестве примера политических прогнозов на русском языке, вот, значит, одна такая дама, которая взаимодействует с, в данном случае это тип Ascended Master, да, таежный старец ведун, вот он сообщает о довольно неприятных событиях, которые надвигаются на Святую Русь Великую, развязывают войну с Россией, враг коварен и жесток, приведет к Третьей мировой ядерной войне, ну, и так далее. Вот такого рода вещь. А, значит, а сколько у меня еще времени осталось? Минут пять где-то, да? Хорошо. Значит, и когда вот мы смотрим на все разнообразие этих посланий и, значит, на некоторую тоже кажущуюся эклектику их адресантов, потому что, ну, там действительно вот мы можем разделить их на несколько типов, но при этом все равно как-то не очень понятно, как типы адресантов соотносятся с типами информации. Ну, на первый взгляд кажется, что это, ну, нечто совсем такое, как бы хаотичное, эклектичное и непонятно, что с этим делать. Но на самом деле, по-видимому, чтобы понять, как это все происходит, нужно действительно заниматься этнографическими исследованиями ченнелинга в рамках довольно ограниченных сообществ и сетей, смотреть, как это работает там. Я вот хочу один привести пример, постараюсь это сделать кратко. Пример, касающийся взаимной связи между статусом адресантов, содержанием их посланий и социальным контекстом обнародования этих посланий. И речь пойдет о религиозном сообществе, которым я некоторое время назад занимался, о церкви последнего завета, известной также как движение виссарионовцев, значит, основанной в 91-м году художником-любителем из Минусинской, который, значит, утверждал, что новое воплощение, ну и продолжает утверждать, что новое воплощение Иисуса Христа и пришел теперь к людям под именем Виссариона. Вот. Но при этом, собственно, само движение к христианству не очень большое отношение не имеет, скорее, в большей степени связано с, как раз, в существенной степени связано с неюйчей культурой. Вот. И вот что интересно, значит, что, собственно говоря, само, как бы, сами сведения о том, что Виссарион, это тогда Сергей Тороп, это Христос, который пришел снова на землю, чтобы спасти человечество, было получено при помощи ченнелинга. То есть, на самом деле, в формировании этого движения как раз, как можно, ну, то есть, прямо иллюстрируя идею хонографа, ключевую роль играл сеанс ченнелинга в уфологическом клубе города Минусинска, где, значит, один из друзей, собственно, будущего Виссариона Христа, Владимир Плесин, я вот не буду зачитывать, соответственно, цитаты, вы их можете читать, получил, соответственно, сведения о божественной миссии своего друга от инопланетных адресантов. Вот. Но надо сказать, хотя, соответственно, именно инопланетяне сообщили нам о том, что снова Христос пришел на землю, что довольно скоро сам Виссарион начал критиковать этот тип ченнелинга как опасный и губительный для человечества. И объяснял он тем, что в контакт с людьми сейчас вступают только или почти те цивилизации, которые хотят нас погубить и намеренно посылают нам ложную информацию. Ну, вот, значит, на вопрос о контактах с космосом он отвечает то, что вы видите на экране. И надо сказать, что у него, по-видимому, были свои основания для того, чтобы занять такую позицию. Ну, во-первых, этот конфликт можно интерпретировать в терминах Макса Вебера как противостояние рутинной и харизматической власти, потому что сам Виссарион, называющий себя словом отца небесного, ну, как бы может претендовать на статус главного и единственного контактера, и более того, в его случае границы между медиумом и посланием, если пользоваться термином Маклюена, полностью исчезают, и фактически он и представляет собой физическое воплощение агента полного доступа. Вот, и в такой ситуации понятно, что альтернативные каналы связи с какими-то агентами полного доступа, они не просто излишни, но бросают вызов его конвенциональному статусу. Но, с другой стороны, там было и одно практическое обстоятельство. Дело в том, что в первое десятилетие существования Церкви Последнего Завета, значит, в ней прошло просто несколько волн эсхатологических паник, которые были, собственно, обусловлены ченнелингом. То есть, все время инопланетные существа сообщали о грядущих катастрофах, о необходимости очень жестких диетарных предписаний, о переходе человечества в новое физическое состояние. В общем, все это действительно довольно, как бы, на жизни общины отражалось не очень хорошо, и даже руководству движения приходилось, как бы, выступать с успокоительными разъяснениями о том, что, может быть, катастрофа еще и не случится. Но, так или иначе, значит, в результате во второй половине 2000-х годов уже накал этих эсхатологических ожиданий довольно заметно снизился, и при этом довольно серьезно уменьшился среди последователей Церкви и интерес к ченнелингу с инопланетянами, и позицию Виссариона касательно опасности таких контактов, стало разделять все больше людей. Ну, в части, вот, из записанных нами интервью в 2007-м году, это прямо следует, но вот я приведу только один пример, значит, где речь идет о контактёре, чей ченнелинг с внеземной цивилизацией оказался губителен не только для его душевного и для его физического здоровья, вот, значит, там стала разваливаться плоть и так далее. Вот. И такое, как бы, отношение к контактам с инопланетными цивилизациями, оно привело к тому, что, в общем, они стали, ну, как бы, не очень популярны, не очень престижны, не очень удобны в этом движении. Но это не значит, что практика ченнелинга вообще ушла из повседневной жизни последователей Виссариона, а как раз произошло, ну, своего рода, возвращение к спиритизму, то есть люди стали общаться с душами умерших, и с душами в части умерших родных и умерших родителей. Ну, и вот я тоже привожу один пример, и в результате, ну, происходит действительно довольно серьезный содержательный сдвиг от проблем, связанных с вселенскими катастрофами и перерождением человечества, люди переходят на самом деле к проблемам повседневной жизни, в частности, к формированию своей новой собственной погребальной ритуалистики. Вот. Так что получается, что вот, если говорить о некотором общем тренде, связанном с ченнелингом с инопланетянами, то для 90-х и 2000-х годов в меньшей степени, может быть, для нынешнего времени, но вот для по-саветской ситуации важным был как раз эсхатологический пафос и ожидание вселенской катастрофы. Вот. Правда, инопланетян все-таки вряд ли можно отнести к категории карающих богов, чей доступ стратегической информации напрямую связан с характером их действий в отношении отдельных людей и всего человечества. На самом деле, вот если говорить об этом, об этих ожиданиях катастроф, то причиной катастрофических изменений скорее оказываются внешние силы, а иногда и сами люди, ну точнее их негативные поступки и мысли. Вот. Но, грубо говоря, получается, на мой взгляд, что три типа агентов, то есть инопланетяне, значит, некие сверхчеловеческие учителя и души умерших, с которыми взаимодействовали, но я сейчас просто не говорил об учителях, это тоже отдельная тема, с которыми взаимодействуют постсоветские ченнелеры или постсоветские контактеры, они отвечают на самом деле за различающиеся в содержательном отношении блоки информации, то есть инопланетяне скорее сообщают о грядущей эсхатологической катастрофе и способах ее пережить, учителя преимущественно озабочены путями персонального духовного роста и морального развития, а души умерших сообщают информацию частного характера, значимую для развития семейной и общинной ритуалистики. И, соответственно, эти различия позволяют, в общем, говорить о специфических типах агентности, то есть, с одной стороны, индивидуализированные в случае учителей, предельно коллективизированные в случае инопланетян, ну и, скажем так, приватизированные в случае душ умерших. Вот. И надо сказать, я уже не буду возвращаться к проблеме религии и духовности, но вот что бы я хотел сказать по поводу Нью-Эйджа, что это наблюдение, в общем, позволяет заключить, что распространенное среди социологов представление Нью-Эйджа как о предельно индивидуалистической культуре на самом деле не совсем корректно. Мы имеем дело с более сложными формами дополнительного распределения различных типов агентности. Вот. Но понятно, что при этом как бы исследование такого рода вещей, применительно к уфологии в частности, не должно ограничиваться вот той этнографией ченнелинга, о которой я говорю, но должно быть, должно обсуждаться в контексте более общего набора как бы сюжетов и мотивов и практик, ну вот о которых я говорю применительно в целом к уфологии, которую, на мой взгляд, все-таки вполне можно называть религией. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Александр. Мне кажется, это тема для отдельной конференции. Коллеги, ваши вопросы, комментарии. Спасибо, Александр Александрович. Действительно тема для отдельной конференции, потому что здесь много всего сходится в той проблеме, которую вы подняли. Не слышно? Слышно, да? Работает. Я повторюсь. Да, я хочу поблагодарить вас за интересную информацию, которую вы предоставили. И действительно отметить, что тема настолько широка и проблема настолько глобальная для современного мира, вот, что действительно нужна отдельная конференция по этой проблеме. Потому что она касается в том числе и влияния литературы и отражения в литературе вот этой же проблемы. И мой вопрос такой, может быть, совсем неожиданный для того контекста, в котором вы рассматривали эту проблему, а отразилось ли в какой-то степени представление об инопланетянах, о контактах с инопланетянами в традиционной культуре, в фольклоре, в частности, поскольку вы занимались им активно? Вот ваше наблюдение. Спасибо. Ну, да, спасибо за вопрос. Ну, смотря, что, понимать, по-под традиционной культуре, то есть, если мы говорим, собственно, о крестьянской культуре, да, то, ну, как бы, по мере роста интереса к фоологии, удельный вес, а, собственно, аграрной культуры, скажем так, в российском обществе, ну и других постсоветских обществах снижался, да, то есть, чем больше становилось инопланетян, тем меньше становилось русского народа, назовем это так. Вот. И на самом деле, как бы, некоторая грань, когда действительно летающие тарелки и инопланетяне стали встраиваться в более традиционной, как бы, для крестьянской культуры нарративной модели, он был, то есть, ну, мне приходилось самому записывать такие тексты, но я не могу сказать, что они были очень частотные. Но, в принципе, вот какую-то такую грань мы действительно находим, ну, и можно говорить не только о буфологии, но, там, например, о снежном человеке, а снежный человек, на самом деле, не знаю, можно ли его считать агентом полного доступа, но какую-то специфическую роль в культуре Нью-Эйчона играет, и он, в общем, ну, по-своему, как бы, привязан в том числе и к гуфологическому дискурсу. Вот, ну, об этом там Никита Петров, по-моему, писал, вот, и Ник Людов, по-моему, что-то об этом писал. Вот, но, короче говоря, встреча вот этих двух, в общем-то, разных нарративных традиций она была, но потом дело пошло в сторону, как бы, все-таки, ну, то есть, одна поглотила другую. Современная, как бы, ну, я не знаю, там, деревенская, поселковая культура, она все-таки будет скорее ориентирована уже на мотивы и топосы, ну, Нью-Эйч-культуры, не знаю, как это назвать. Ну, вот, произошло так, сдвиг произошел. Такой. Вот она занимается... так сказать, уфологией в рамках вот отдельно взятой новой религии, да, во главе с Раэлем, и там одна модель, как бы, вот, контактов. Вы говорите часто про Нью-Эйч. Нью-Эйч – это все-таки не столько новая религия, сколько это такая зонтичная, зонтичная такая структура, да, там, собственно, таких вот лидеров, типа Раэля, там, ну, есть какие-то, но не харизматического такого типа, как Раэль. И у них, как я понимаю, в Нью-Эйч уфология, в частности, контактирование – это один из способов, один из религиозных инструментов. Вот вы усматриваете какую-то разницу между уфологическими этими моделями, скажем, вот в конкретных новых религиозных движениях и, скажем, в Нью-Эйч. Или, на ваш взгляд, это примерно одно и то же? Спасибо за вопрос. Ну, я, наверное, могу даже сказать, ну, так я себе это представляю, не только применительно именно к фоологии, а вообще, как я представляю себе соотношение вот этого амбрауэтэм Нью-Эйч и того, что называется New Religious Movements. Вот. На мой взгляд, хотя тут, конечно, ну, исторические выкладки могут быть достаточно разными, но вообще вот история, как бы, культуры Нью-Эйч в широком смысле, опять-таки, если следовать Хана Графу, не сенсу стрикто, а сенсу лато, вот. Она, собственно, в первые десятилетия своего существования, ну, в большей степени располагала к формированию более или менее организованных движений, часто с харизматическими лидерами, ну, как, например, саентология, о которой вы говорили. А это отчасти было связано с тем, что вообще Нью-Эйч начинался как, ну, достаточно маргинальная вот эта культовая среда, о которой писал Колин Кэмпбелл, например. Вот. Когда Нью-Эйч становится частью массовой культуры, то мы параллельно видим, на самом деле, угасание организованных движений с харизматическими лидерами. Их становится все меньше и меньше. Если мы возьмем в качестве примера, будем говорить не вообще, не о глобальной истории, а вот конкретно о постсаветской религиозной истории, что мы увидим. Значит, у нас появляются вначале три эсхатологически ориентированных движения, ну, Богородичный центр, там, пласт-майнос, как бы Нью-Эйч, на самом деле там Нью-Эйча тоже очень много. Вот. Ну, Великое Белое Братство Исмолос и как раз Церковь Последнего Завета, но это, с одной стороны, движения, основанные на практиках и идеях Нью-Эйча, с другой стороны, с харизматическими лидерами, с какой-никакой организацией, с эсхатологией и так далее. Дальше мы уже видим, вот, немножко позже появляющееся движение Анастасиевцев с уже воображаемым, как бы, лидером, да, это уже совсем другая организация и основанная на сетевом принципе. И чем дальше, как бы, Нью-Эйч становится все больше и больше важной частью массовой культуры, тем меньше мы видим организованных движений. Ну, и, видимо, приблизительно то же самое можно говорить и, в частности, об уфологическом дискурсе специально. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, когда мы говорим об этих воображаемых агентах, об этих воображаемых акторах, о каком типе воображения мы говорим? Можем ли мы сказать, что это воображение, в смысле, что это троп, что это риторическая фигура и они воображены в смысле выдуманные? Или можем сказать в слезодонной Харовой, что это воображение, которое нам помогает, ну, как бы, что ли, проектировать будущее и думать о нем? Или можем сказать, что это воображение, как у Андерсона, которое позволяет нам видеть что-то, не данное нам как вещь среди вещей, думать об этом с той же уверенностью, как будто оно существует как вещь среди вещей? То есть вот здесь интересно как раз про слово воображение вас спросить. Ну, на самом деле, я не настаиваю на слове воображаемых. То есть можно говорить о том, что существует, так сказать, более антологически ориентированная антропология религии, которая как раз будет пытаться избежать представления воображаемых. Все агенты, в принципе, реальны, если они у нас есть в голове. Так что, ну, я готов отказаться от слова воображаемые. Но я хочу думать, что они все-таки воображаемые. Вот. Но это мое частное мнение. И я никому не навязываю. Может, они вообще вот здесь рядом где-то сейчас находятся. Коллеги, вопросы? Александр, а у вас планируется какая-то публикация по этой теме? Ну, на самом деле, вот именно про то, про ченнелинг, о том, о чем я сегодня говорил. Скоро выйдет статья в государстве религии и церкви в России и за рубежом в журнале. Вот. Ну и уж пользуясь случаем, хочу сказать, что вообще то, о чем я говорил, это часть нашего совместного проекта, значит, коллективного проекта с университетом Майнца. С нашей стороны его возглавляю я с немецкой Бергит Менцель. И проект вот только начался, ну, то есть прошел год нашей работы. И он посвящен как раз Нью-Эйджу в позднем советском обществе и в постсоветском обществе. Так что ждите публикации, я надеюсь, что они появятся. Спасибо. Вы знаете, если вопросов нет, у меня буквально еще маленький вопрос, немножко связанный с нацией, с отражением. Вы совершенно правильно провели, на мой взгляд, эту линию преемственную от Теософов, от Блаватской с ее махатмами к нынешнему тактеру. Ну, та разница, разница только в том, что махатма... Ну, вот любопытная штука. Она входила... Классно слышно. А. Вот так. Надо нажать на кнопку, наверное. Возьмите на кнопку на микрофоне. А вот так, да? Да, да. У меня такой, собственно, вопрос, вопрос техники на самом деле. Вот смотрите, Блаватская, она входила в контакт с махатмами, да, пользуясь, ну, тем, что оккультисты называли имагинация. Ну, это, в общем, не совсем синоним того, что по-русски называется воображение. Все-таки это оккультная некая техника имагинации, да, то есть, когда она входила в эти астральные миры и входила в контакт. Да вот мне любопытно. Вы, судя по всему, какие-то проводили полевые исследования, то есть, вы общались с этими контактерами. Вы их не спрашивали, как они, собственно, вот чисто технически входят в контакт с этими самыми инопланетными сущностями? То есть, какие тут техники? Техники Блаватской я более или менее знаю, а вот у этих товарищей, у них есть какие-то, ну, специальные техники по вхождению в контакт? Или они не любят говорить на эти темы? Нет, ну, на самом деле, как бы, могут быть какие-то техники, могут не быть. На самом деле, если, как бы, вы хотите этому научиться, то и здесь, в Москве, и в Питере достаточно курсов ченнелинга, вот, и вас могут этому научить. Но, в принципе, если говорить вообще об описаниях, это все многократно описано, в том числе и на Западе, и в России. У некоторых людей существуют какие-то техники, там, медитативные, как правило. Некоторые вообще считают, что это происходит само собой. Вообще, вот сейчас, в прошлом году вышел такой, как бы, сборничек, называется, хэндбук о спиритчуализм, ченнелин, именно академический, не в смысле руководства по спиритизму и ченнелингу. Вот там есть статья одного, значит, автора, который вообще говорит, что интересно действительно думать о медиальных контекстах ченнелинга, и говорит, что ченнелинг вообще, ну, можно описывать при помощи метафоры телевидения, как такое переключение каналов нажатием кнопки. И, в общем, такое впечатление, что совершенно без всяких техник специальных это может быть достигнуто. То есть, действительно, вот проблема именно медиальности, проблема того, как это все вот с точки зрения, я там Мак-Люин рассматриваю, но она действительно довольно интересна. Ну, не только Мак-Люин, а там Биргит Майер, допустим. Ну, я сейчас не буду просто занимать время, но это довольно любопытно. Спасибо большое. Спасибо.